Приветнище! Это Автонавты, и мы продолжаем обустройство нашей автоматизированной колонии, состоящей из ботов. Сегодня в наши планы входит, давай посмотрим по задачам, добыча камня. Ранее мы этим еще не занимались, поэтому нам придется освоить этот навык. О, бот надо подзарядить. Сейчас подзарядим. Готов к работе. Значит, что нам нужно для добычи камня? Конечно же кирка. Значит, строим кирку. Для этого нам нужна ветка и камень. Ветка у меня в руке. Камень мы соберем с ящичка. Давай возьмем. Ага. Тоже сюда закидываем. Отличненько! Сейчас у нас будет кирка, и нам нужно теперь построить какого-нибудь бота, который смог бы справиться с добычей камня. Кстати, не забудьте поставить лайкос. Вот прямо сейчас спускайся под видео, ставь свой царский лайк. И подпишись обязательно, если еще не подписан. Хватаем досочку. А, стой, стой, стой. Нам надо три досочки. Пожалуйста. Раз, два. Три досочки мы взяли. Скидываем. Шикардос! Конечно же про рейки не забываем. Вот и рейка подъехала. Теперь нам нужен желудь. Желудь, желудь, желудь. Смотри, сколько тут складировал один бот. Такая огромная горочка из желудей. А еще нам нужно завести одного дровосека. Вот, все, завели. Пошел работать. Желудь сюда тоже вкидывается. И бот у нас готов. Бот-добыча камня у нас он будет. Сейчас мы его заведем. И настроим ему задачу. Вначале нужно ему еще всучить кирку в руку. Вот так вот. Держи. Все, готов. Сейчас мы будем его записывать. Отнесем сразу. Во, смотри, какой здоровый камень. Давай-ка мы попробуем разбить этот камень. Сейчас мы сюда бота принесем. Готов. Запись. А, как я его обучу, если у меня нет кирки? Готово. Кирка у нас есть. Теперь мы можем спокойно обучить нашего вот этого каменоломщика. Ты готов? Смотри, короче, берешь и добываешь камень. Вот так вот просто колбасишь его. Что-то не добывается. Видимо, слишком большой камень. Хорошо. Значит, подходим к этому камню. Начинаем его долбить. Вот так вот. Учись. Интересно, долго я буду добывать камни? О, вот у нас камушек. В принципе, все. Все, это твоя основная задача, просто долбить камни. Давай, иди и долби камни. Молодец. О, камень-то он добыл. Я забыл его настроить на бесконечное повторение. Сейчас мы это устроим. Бесконечно повторять. Все. Все готово. Давай, начинай работать. Вот так-то. Молодец. Забираем эти камни. И относим в наш склад. Ну, пока здесь у нас добывает камни-бот. Мы пойдем и подзарядим вот этого бота, который доставляет бревна. Что у нас здесь? Здесь у нас все работают. Молодцы. Желуди уже садить некуда, потому что все засажено. Рубить тоже нечего, потому что ничего не растет. А не растет почему? Потому что у нас нету бота, который бы выкапывал вот эти пеньки. И вскапывал землю. Блин, нужен еще один бот. О, ты только глянь, как у нас здесь много камней. Какие башенки интересные. Лопатка готова. Бот у нас готов. Теперь нужно... Стой, стой, стой. Не копай ничего. Теперь нам нужно его обучить вскапывать землю. Пошли за мной. Вот сюда. Здесь ты должен будешь копать землю для желуди. Вот таким вот образом. И повторять это бесконечно. Давай, поехали. Отлично. Отлично. Он копает все. Единственное, что нужно сделать для этого бота, это сейчас увеличить радиус его работы. Радиус работы. Так, останавливаем его и изменяем радиус вот здесь, вот на этой территории. Нужно как можно больше. О, готово. Все, продолжай работать. Ну все, почти камень у нас истощен. Совсем чуть-чуть осталось. Посмотрим, что у нас там с лесопосадкой. О, лесок растет. Земля копается, желуди сажаются. Лесоруб, правда, не работает, потому что еще деревья не до конца выросли. Так, у нас тут зарядиться нужно одному боту. Сейчас поможем. Вот так. Ну вот, собственно, и все. Камень мы добыли. Теперь нужно найти новую жертву. Например, то, что в водах у нас находится. Я могу, интересно, в воде добывать? Да, могу. Отлично. Бот, у тебя новая цель. Водяной камень. Иди добывать его. А, он бы его добыл, если бы я увеличил ему зону поисков. Хорошо, сейчас мы увеличим ему зону поисков. Вот так вот сделаем. Даже сделаем вот так вот. Все. Шурши добывать камень. Красавчик. Знаете, что я подумал? Меня напрягает постоянно бегать ботом и заводить их. Давай мы создадим бота, который будет бегать к ботам и заводить ботов. Такой замкнутый круг. Единственная проблема это в том, что если бот, который заводит других ботов, сядет, то мне придется его завести. Вот он наш бот заводил. Построился. Сейчас я его заведу. И настрою его на то, чтобы он... Я его даже сейчас так и назову. Бот заводила. Вот он. Заводила. Красавелла. И даем ему задачу. А пока некого заводить-то. Подожди. Какая задача? Как кто-нибудь появится? Вот, уже скоро сядет бот у нас. Ладно. Смотри, твоя задача... Это заводить вот этих вот ботов. Дуем сюда. Блин, лопата у кого-то сломалась. Ну, капец. Вот, бот у нас сдох. Пойдем его заводить. Все, бот завелся. И все хорошо. Это твоя основная задача. Повторяю. И расширим ему зону работы. Тебе нужна большая... Давай, наверное, двадцаточку ему сейчас зададим. Двадцать. Вот так вот. Норм будет? А, больше тринадцати я не могу получить сделать. Ну, вот. Ладно, тогда оставим так. Пускай он тут гоняет. Вот тут у нас бот сейчас уже скоро сядет. Вот и протестим мы нашего заводилу. Лопату нужно сделать. Вот у нас лопатка уже готовенькая есть. Держи. Копай дальше свою землю. Все, лесоруб сдох у нас. Этот должен его подъехать завести. Ну-ка. Долго заводит. Очень долго. Но завел, тем не менее. Шикарно. Теперь за этими ботами мне следить не нужно. У них там есть свой заводила. Как бы это странно ни звучало. Ну, у нас есть еще бот-каменчик, который работает далеко от наших лесорубов. Блин, тут топор уже сломался. Да что ты будешь делать? Надо топорик сделать. Короче, у нас каменоломщик сломался. Его некому завести. Сейчас я сделаю топорик и пойду ему на выручку. Держи топоринчо. Я бегу к тебе, друг мой, каменщик. Сейчас я заведу. Все. Добывай. Сколько камня ты уже тут добыл? Надо все это собрать. Нам бы еще сборщик не помешал. Надо сделать бота-сборщика, который бы раскидывал все по коробкам. Есть. Мы выполнили план по добыче камня. Шикардос. Что нам там новенького дадут? Сертификат простой открытой добычи мы получили. И получили еще также дождевичок. И дождевая шапка. Где же это мне одеть можно? Я хочу найти одежду. Она наверняка где-нибудь здесь есть. О-о-о. Вот одежда у нас. А, чтобы ее сделать, нам нужно швейную машинку. Точнее, прялку поставить. Вот тяна. А вот для этой шапки-лисоруба что нам нужно? Стол шляпного мастера нам нужен. Так, давай посмотрим, что мы можем смастерить. Ничего здесь нету. Здесь тоже ничего нету. У нас есть исследовательская станция. Мы ее можем построить. Наверное, мы этим сейчас и займемся. Поставим ее где-нибудь вот здесь. Благо, все материалы у нас в достатке. Два бревна, восемь досок, восемь рейк и два камня. Ну вот, начнем с камней. Они тут поблизости. Два камня. Два бревна сейчас свистнем с нашего складика. Вот так. Блин, жалко я бревно всего одно могу таскать. Оно слишком тяжело для меня. Так, бревно есть. Еще одно. Теперь восемь досок и восемь рейк. Ух, это будет потно. И очень тяжело. Всего я могу таскать по четыре доски или по четыре рейки. Но это лучше, чем по одной. Сколько я сюда материалов стаскал. Ты глянь только. Тут такая башня из материалов. Это просто жесть. Все, все материалы собраны. Сейчас эта станция у нас построится исследовательская. Ох, какая она классная. Исследование готово. Теперь вы готовы начать увлекательное путешествие в мир научных открытий. Вау. Здесь перечислены все доступные исследования. Нажмите на запись, чтобы просмотреть необходимые ресурсы для проведения исследований и соответствующих технологий, которые будут открыты. Ну хорошо. Теперь вы можете исследовать любую из технологий первого уровня. Ого, шиньки. Так, что мы можем, значит, с тобой исследовать? Инструментальные технологии, технологии хранения, фермерские технологии. Вот я бы, наверное, вкачал фермерских технологий, потому что у меня постоянно ломаются инструменты. Технологии робототехники тоже хочу вкачать. Смотри, какие тут роботы потом будут. Вот такие. Блин, где же я такого робота видел? По-моему, в Футураме был такой же робот, по крайней мере, был похож на него. Но ты понимаешь, что сделать я этого ничего не могу, потому что у меня нет уважухи колонизаторов. Сюда мне нужно как минимум 20 уважух. А сюда соточка. И как заработать это уважение, мне никто не рассказал. Хорошо. Закроем пока это. Надеюсь, что в будущем у меня что-то появится. Подожди, почему тут восклицательный знак? Давай еще раз нажмем, посмотрим, что там. А-а-а. Короче, оказывается, под ингредиентами скрыты изобретения. Смотри, навожу на деревяшечку, выбираю ее. И тогда я смогу исследовать технологии хранения. В нем есть ведро жидкости, сыпучие материалы. Если камень, то это лезвие, киянка и гарпун. Ну вот, я выбираю камень. Скидываю сюда камень. И мне еще нужно 20 уважух. Где их добыть-то? Скажите мне, пожалуйста, как уважуху добывать? А пока я занимался исследовательской станцией, у меня все боты сдохли. Их нужно все подзарядить. Ладно, начнем с этого. Господи, как мне напрягает постоянно заводить ботов? Что у тебя, кирка сломалась? Господи, еще и кирку надо делать. Блинский дождик пошел. Укрытия нет. Надеюсь, боты у меня нафиг не сгорят от дождя. Ну а я тем временем продолжаю выстраивать свою башенку из кирок. Смотри, какая уже башня здоровенная. Сейчас еще одну кирку сделал. О, вообще капец. Скоро я попаду в книгу рекордов Гиннесса. Самой большой башни из кирок. Отлично! План выполнен по инструментам. Зашибись, что мне там дадут. Базовое производство. Нам дали комбинезон. Ну и так понятно, что у нас тут башенка котейская вырастает. Давай посмотрим следующий план. А следующий план это робототехника. Сделано ботов 10 из 10. Обучено ботов 10 из 10. Образована команда ботов 3 бота. Так, подожди, я не понял. У меня что типа команда не образована? А, вот смотри, вот тут вот есть такая штука. Создать новую команду. Давай попробуем. В эту команду будет входить у нас заводилы. Заводилы. Они у нас будут обычные серенькие вот такие вот. Сюда мы отправляем, соответственно, заводил. Где они у нас? Один заводила. И другой заводила. Вот. Команда готова. Все, отлично. Робототехника у нас развита. Точнее, план выполнен. В принципе, план у нас все выполнен. О, простое колесо нам доступно. Простая шестерня. Интересно, что бы это значило. Фермерство. Ух ты, нам фермерство стало доступно. Вот новый набор планов, который необходимо выполнить, чтобы запустить процесс колонизации. В качестве источника продовольствия можно выбрать фрукты или грибы. Интересно, что мы выберем. Давай, наверное, начнем с фруктов, конечно. Закрепляем план. Что там нужно нам? Ягоды избиты. Посажены ягоды и перемещено в хранилище. Господи, сколько морок сейчас на нем будет. Ужас. Ужас. Дай посмотрим, что на верстаке там мигает. А вот они, собственно, колеса. Простая шестерня. И для чего она нам нужна? Что я могу построить? Давай посмотрим. Могу я что-нибудь тут... Вот. Это нам нужно было для инкубатора для колонизаторов. И, соответственно, автомат с семенем колонизаторов. Хорошо, давай их построим рядышком. А тут вот с нашей исследовательской базой. Пускай они тут у нас будут. Шестерня у нас готова. Она закинулась прямо на кирки. Смотри-ка, как я достал с самого верха шестерню. И закидываем сюда. В этот инкубатор нам нужно закидывать семена. Но семена не простые. Семя колонизаторов какой-то. А вот этот автомат, который мы сейчас строим, как раз и будет производить эти семена колонизаторов. И любопытно посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Вот сейчас и посмотрим, что это за штукенция такая. Что туда вообще класть нужно. Вот она эта вещица. Создание автомата с семенем колонизаторов завершено. Вот ваша капсула с семенем колонизаторов. Отлично. Как она прикольно смотрит, смотри. Я покупать это могу, получается. Ну-ка давай подойдем сюда. Болтаем, кручу-верчу. И вот семечка выпала. Семи колонизаторов. Теперь я его могу посадить вот сюда. Я понял. Оно сейчас начнет там инкубировать. Но чтобы оно инкубировало, нам нужно туда загружать какое-то питание. То есть берем палочку с тобой. Начинаем сбивать вот эти вот ягоды. Они нам пригодятся для того, чтобы все это закидывать сюда. Одна ягодка готова. Кидаем ее сюда. О, пошло дело. Отлично. Нам нужно больше ягодок. Сейчас я все кусты обдолблю. Ягоды собью. Все, три ягодки я собрал. Закидываем сюда. Сколько сюда ягод-то нужно? Последняя ягода осталась, кстати. Сейчас посмотрим, что этот инкубатор нам сделает. Кого он вырастет. Все ягоды туда усасываются. И вот произведен у нас первый колонизатор. Ура! Вы принесли новую жизнь в этот мир. Колонизаторы наградят вас уважухой, если вы будете их кормить. Вот откуда уважуха берется. Теперь все ясно. Что это такое? Уровень один. Еда. Колонизация начинается здесь. И заканчивается аж вон там. То есть наверху. Я понял. Что, все? Совета больше никаких не будет? Я могу закрывать это? Окай. Так, у меня тут новая штука появилась. Называется эволюция. А, ну тут мы были. Что мне с этим вот маленьким колонизатором делать? Я его могу поднять. Блин, какой-то бэйбик. Подожди, я занимаюсь тут колонизацией. Я понимаю, что я занимаюсь колонизацией. Автоматизацией, точнее. Даже вот так вот я бы сказал. Но я не думаю, что я тут буду выращивать прям бэйбиков. Хе-хе, забавно. Куда тебе положить-то, блин? На траву, что ли? Ну вот. В няньке нанялся. Так. Тут у нас исследовательский центр. Тут у нас инкубатор. Тут у нас предприятие. Слушай, тебе жить-то негде? Давай подальше его вот сюда унесем в травушку. Пускай он тут как коровушка пасется. Лежи здесь. Нет, давай его развернем. Вот так вот. Смотрим. Он хочет кушать. Блин. Сейчас еще еды ему надо добывать. Сейчас вот собьем кустик. На самом деле у меня тут уже все кусты пусты. Потому что я потратился на инкубатор очень сильно. И нужно, походу, будет сейчас выращивать фрукти. По-моему, одну вожуху я заработал. Наш колонизатор перевернулся кверх ногами. Теперь он существует и передвигается на голове, походу. У него все хорошо? А, подожди. Ух ты, что это такое? Он выкакал? Это вожуха. Он выкакал у вожуху. Круто. Надо это собрать. А куда это все отнести? Точно, в исследовательский центр. Ух, как тут все замудрено. Тащим все это в исследовательский центр. Нам таких у вожуху надо 20 штук. Это хорошо. Так, о, кусты снова отросли. Зашибись. Пойдем сбивать. Кстати, а как насчет грибочков? Тут вот грибочки растут. Может быть, его грибочками попробовать покормить? Сейчас попробуем. Короче, я так понял, что мне нужно создать бота-няньку. Чтобы он нянькался вот с этими бэбиками. Кормил их там. Собирал вожуху. Так, держи. Надо ему еще грибочков подкинуть. Сейчас я грибочки соберу. Неужели грибы тоже палками сбивать надо? Что за дела? А, я их откапываю. О, доброе утречко. Раз у вожуха упала. Сейчас 20 у вожух я соберу. И в исследовательский центр отнесу. Короче, получается, что мне этих бэбиков нужно больше. Чтобы у вожуха быстрее... У меня палка сломалась. Я там матерюсь. Чтобы у меня у вожуха быстрее капала. Держи еще еды. Интересно, а как быстро ты вырастешь, а? Прям капец как любопытно. Они же по-любому должны расти. Я их же кормлю. Так, две вожухи тарабаню. В исследовательский центр. Ништяк. А что я там делаю? Инструментальные технологии. Вот что я делаю. У моих ботов сломалась лопата и топорик. Кстати, топорика у меня больше нет. Надо смастерить его. Вот ешки-моталки. Сколько головняка появилось. Я за ботами следил. Так теперь еще и за бэбиками. Это просто капец. Короче, я понял, что моя сейчас автоматизированная колония. Она просто, ну, бесполезна. Ее нужно как-то переделывать. Так, у меня тут заводила скоро сдохнет. Нужно будет его подзавести. Ну что, давай еще одного бэбика сделаем, что ли? Вот он мой красавчик. Трабл случился. Почему у меня заводила не работает? Я не понял. Заводила. А, бот заводила у меня сел. Поэтому ничего не заводится. Завел бота, заводил. И он начал заводить всех остальных. Короче, мне в обязательном порядке нужно замутить бота, который бы сбивал ягоды, собирал их. Относил в ящик, например. А с ящика забирал другой бот, относил их к бэбикам. Мне кажется, такая цепочка пока что для моих ботов будет посильна. А также посадить ягоды. Как насчет посадить ягоды вот сюда, смотри. Я ж могу посадить сюда ягоды? Так, есть. Сюда еще посажу. Вот, я взял и посадил ягоды. Теперь здесь у нас... О, сразу кустик прорастает. Отлично, у нас тут будут кусты с ягодами. Шикардос. Пойду еще собью. Сколько у меня здесь бревен, сколько желудей, капец. А где у нас копатель? Короче, у нас копатель тут не справляется. Нужно двух копателей. Так, мы закинули в инкубатор еще парочку ягод. Вот у нас бэбик появился. Сейчас я его возьму. И отнесу, отнесу его вот сюда, к этому бэбику. Ну вот, вам вдвоем теперь будет веселее. Сейчас их вот так вот положу. Бэбики мои сладенькие, я принес вам покушать. О, кстати, вот это посветлее немножко. Этого зовут Хура, а этого Азакута. У вас даже имена есть, обалдеть. Я даже и не знал. У меня, наконец-то, тут выросли мои кустики с ягодами. Сейчас я их соберу. Те самые кусты, которые я посадил только сюда. Еще они, еще ягодки вот сюда, к нашему грибнику. Он уже съел свои грибы. Во, смотри, сколько грибов в тарабаню, ребятки. Вот вам еще грибочки, пожалуйста. Они нам тут уже уважух. Огромное количество сделали. Все это отнесу сейчас. Вкидываем в нашу машинку исследовательскую. Ну что ж, если тебе понравилась эта игра, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и крутой комментос. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...